Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария и рада приветствовать вас на своем канале. Будете засвечивать немного. У нас наступила такая весна-весна, посередине марта. И как-то, ну, не знаю, для Питера в принципе нетипично, конечно. У нас обычно грязь там два месяца, и потом только в апреле солнце будет. Вот, поэтому году у нас как-то вообще непонятно, что с холодной. Ну, неважно. Решила я вас сегодня взять на интересное событие, на мастер-класс от интернет-магазина Косметик Бар. Пойдем на мастер-класс по косметике Спивак. Они обещают, что у них поменялась программа, будет больше атерактива. Так что, надеюсь, вам будет интересно. Ну, я прям реально как-то первая, у меня засвечивает. И я как-то, несмотря на то, что в солнцезащитных очках, но как бы в принципе они мне глаз спасают. У меня форма такая, что у меня сверху загребают конкретно. Если снять очки, это такая очень даже весенняя дама. Короче, проедем сейчас по магазинам, затариваться, закупаться. Потом уже я одна, наверное, да, скорее всего одна, поеду с вами на мастер-класс. Потому что она ходит в центре, я попробую как-то ее ходить в машине. Так, я уже добралась до центра. Меня высадили тут практически около Лиговки. Сейчас дойду, в принципе, до Лиговского. И оттуда уже сориентируюсь, где именно мастер-класс. Но на самом деле у меня еще есть час на мастер-класс. Я, в принципе, успею дойти до галереи, поискать себе зеленую краску для сапог. Так же еще успею зайти в пару магазинов, поискать то, что мне нужно там в том числе. И открытку купить, потому что я вчера купила открытку на день рождения. И она, как бы, она нормальная была, на самом деле она мне не нравилась, видимо, поэтому я ночью ее подписывала, не совсем в адеквате, и ее испортила. Вот так вот получилось. Так, иду я мимо Бургер Кинга. На самом деле так хочется какой-нибудь гадости. Даже не знаю, по-моему. Я сейчас уже иду по галереи. Просто я не знаю, что нам нашему... Народу не съедиться дома, но просто тьма тьмущая народу. Мне кажется, если решить сейчас поесть где-нибудь в ресторан-дворике, можно час или два ждать, пока... Ты получишь свою еду час или два ждать, пока ты сядешь куда-нибудь поесть с этой едой. На самом деле вообще жесть. Так как-то я и не купила все, что я хотела. Купила только открытку и еще наполнитель для коробки, потому что у меня получается мой подарок. Он меньше, чем та коробка, которую я купила. В принципе, я ожидала, что так и будет. Вот. Мне нужно что-то, чтобы оно не таскалось по коробке. Туда-сюда. Ну, правда, как бы подарок там пробудет несколько минут там. Но все равно, чтобы это все имело какой-то законченный вид. И на самом деле открытки как-то меня разочаровали в этом году, потому что я не нашла то, что я хотела. А вот... Ну, я трудно постоянно. Короче говоря, все. Я уже спускаюсь, максимум забегу еще в магазин органический органик шоп. Там, по-моему... Там кроме органик шоп представлены другие марки. Ну, вот вы видите, какая жесть, наверное, творится в заднем фоне народу просто. Если вы не представляете, что такое старые питерские фольерты, то как бы вот. Вот это вот очень узкая темная лесенка. Идешь, честно говоря, как в катакомбах каких-то. Ну, это центр города, Рыбовский проспект. И нам на последний этаж. Такой легкий фитнес сегодня. Так, я уже добралась. Вот мой оттвит. Я вам обещала. Вроде бы его показать. Если не обещала, то показываю. Вот такая вот сегодня я весенняя. Как оказалось, не я одна такая весенящая. Девочки с косметик-бар тоже такие все веселые. В розовых оттенках помады. Вот так что все. Я побегу на мастер-класс. И буду вам вести оттуда прямой репортаж. По сохранению красоты и молодости вашей кожи. По преданию ей здорового и естественного вида. Девушки, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Именно так говорила Покоша Мэль. Давайте тогда начнем. В общем, будем попутно говорить о продуктах, о которых мы еще не поговорили с пивак, поскольку мы и обсудили сейчас только масла. Начнем традиционно со снятия макияжа. У нашей модели сухой тип кожи, поэтому будем использовать соответствующие продукты. Для снятия макияжа используем гидрофильное масло. То есть это масло, которое при контакте с водой эмульгируется и превращается в легкое молочко, которое вместе с загрязнениями смывается легко водой, не оставляя за собой никакой жирности. Такое масло отлично подходит для деликатного очищения лица. При этом отлично смывает любой макияж. Смывает все загрязнения, очищает поры. В общем, все, что накопила кожу в себе за день. Я думаю, Маша может прокомментировать, потому что я знаю, что ты пользовалась разными маслами для снятия макияжа и проблем со смытением туши с глаз с помощью этого. Я никого как-то не рассказывала. Ну, скажем так, это одно из самых лучших масел, которое было у меня. Но, допустим, даже если его сравнивать с Диором, просто Диор я люблю больше, потому что, может быть, запах больше нравится. Там он пахнет, по-моему, лили или чем-то в этом роде. И он менее жирный, то есть меньше пленочки вот это остается на лице. Здесь больше остается пленочки, но макияж смывается абсолютно так же качественно, если сравнивать, допустим, с такой замечательной маркой, которая в Литуале есть. Сейчас скажу. Арно. Но там масло вообще не смывает ничего, и более того, оно смешивается с тушью, остается под глазом, получается как бы все это как у панды, да. Я недавно, по-моему, рассказывала где-то, что реально как бы, ну, можно использовать как вариант для Хэллоуина. Накраситься, потом все это размазать и идти. Для вращительного масла мы будем использовать гидролат цветочный, чтобы как раз-таки снять... Моя мята. Смотрим. Да, моя мята последняя. Все, да-да-да, книжки, ручки. Кстати, да, гидролаты на самом деле не все приятно пахнут, потому что по факту это выпаренные травки, то есть, соответственно, пахнет как запаренные, наверное, у кинно-растения. Мята вкусно пахнет. Мята, свежая мята, мята пахнет тоже вкусно, действительно. Если ориентироваться на запах, то мне кажется, что вкусно пахнут тут именно мята и роза. Стоточные воды идут в таком формате, то есть, стеклянные бутылочки с пульверизатором, которым очень удобно пользоваться. Соответственно, можно распылять либо на лицо в течение дня для освежения, как в качестве термальной водички, да. Либо используем в качестве тоника, можно, опять же, услышать на лицо, проводить ватным диском, либо грызгаем непосредственно на ватный диск и уже снимаем остатки масла. В принципе, этого можно не делать в обычной жизни, просто сейчас необходимо абсолютно чистое лицо, потому что будут остальные процедуры, в том числе для распаривания, и чтобы просто в коробке совершенно ничего не находилось в этот момент. Смотрите, как я уже оговаривалась об этом, что в воду непосредственно мы эфирные масла не капаем. Потому что они просто будут плавать на поверхности, в воде не растворятся. Поэтому для эмульгирования их используем соль, обычную пищевую соль, которая только есть у вас дома. И сегодня я буду использовать три эфирных масла. Будет такая композиция свежий цитрусовый, это лайм, апельсин и мята. Каждое масло капаем по капельке. Вот у нас еще тоже любимое масло, которое прекрасно для стимулирует роста волос. Масло Бэй. Такой интересный аромат, да. Многие говорят, что в воде, что большой. Да. Интересно. Я не хочу. Это была. Кстати, многие любят, говорят, что прям тащится. Да, я вот тоже не переношу Мэй, потому что очень сильно летит на глаз, так сказать, аромат. Потому что кожа. Кроме очищения лица, как сегодня мы показываем, его также можно использовать после бани. Когда вы моетесь уже в груши, потому что кожа распаренная. И очень хорошо она мылится, во-первых, а во-вторых, стирает все, всю лишнюю грязь, весь, естественно, выпаренный. Да, да. 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 Так что это не только для яйца, но и для тела. Вообще, да, в принципе, продукт универсальный, опять же, и на лицо, и на тело. И многие с страдающей жирностью повышенные волосы используются в качестве такой маски шампуня на волосы. Единственное, что у кого волосы сухие, конечно, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что если все-таки мыло, и мыло может подсушивать волосы. Также, что хочется сказать об этих замечательных мелагах, что рецепт сильно старинный, рецепт действительно уникальный, действительно восхитительный эффект. Все всегда очень им остаются довольны, борются со многими проблемами, с проблемами и жирности кожи, и с черными точками, и с оккупированием пор. Типа, в общем, улучшают общий цвет лица. Равнительно новый продукт в коллекции с пивак. Это вот такие масочки, они в таком удобном формате. Они идут на основе коалина, то есть белой глины. Мы их перед применением встряхиваем, поскольку они на основе также масла. То есть, по факту, это масло гидрофильное с глиной и с различными экстрактами. Что-то он хочет наедать. Пошла. Сама по себе она такого желтоватого цвета. В данном случае это маска ваниль. Она, кроме того, имеет очень приятный аромат. Не знаю, я просто обожаю ваниль. И она пахнет именно таким стучком ваниль. Всем, всем до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok